всем привет это третья часть заключительная и серия уроков про spawn delay и сейчас я говорю про корутин но здесь во множественном числе со программ их также я буду называть и под программы и потоки и расскажу как они работают в языке луа и в нашем roblox кому не интересно но это вообще-то сложная тема на самом деле я roblox studio даже запускать не буду потому что я буду вам рассказывать рисовать показывать слайдики кому не интересно вот есть у нас ссылка за две минуты можно прочитать по-русски что это такое и может быть разобраться сами так ну давайте посмотрим ну и начнем с того что такое со программа и почему я объясню дальше почему в roblox они немножко не настоящие что такое со программа или поток поток или нить видите сколько слов для одного и того же ну смотрите давайте нарисуем наш код вот мы написали первую строчку которая что-то делает кирпичик создает вторая строчка 3 ну как вы пишете скрипт вот эти строчки и они выполняются у нас последовательно я нарисую такую стрелочку сначала одна другая 3 а что если вы хотите воспользоваться со программой я сразу говорю что же она нам сделает она позволит не останавливая работу нашего главного скрипта позволит что-то выполнить в первом уроке вы видели например с помощью спавна я могу запустить какую-то задачку так ну здесь я буду это называть уже со программой вот идет основной скрипт какие-то свои строчки и вот маленькая со программка которая выпускает запускает свои задачи и она тоже выполняется она может выполняться бесконечно иногда останавливаясь и давая время для работы основного потока и другим по программам но к этому я еще вернусь наш основной скрипт основной поток может запустить еще одну ну давайте я их пронумерую 1 2 допустим пусть у нас будет еще 3 и допустим 4 ну в принципе если вы смотрели предыдущие уроки вы могли понять для чего это может требоваться я сейчас это покажу на слайдах еще раз расскажу дело в том что роблоксе у нас всем управляет task shader извините за произношение это такой человечек пусть у нас вот этот человечек по имени ну я его зову гоппер вот давайте даже имя его не буду писать так это такой оператор который дает право ладно я чуть случайно чиркал давайте ему рожки нарисуем так вот допустим у нас есть 44 так 1 2 3 4 со программы главное со программа ну еще один должен быть человечек без будильника который все время работает и у нас есть вот 4 под программы 1 2 3 4 вот эти четыре человечка с будильниками аналогия такая что человек начинает работать идет в школу делает какое-то задание потом ложится спать и в то время когда он спит может работать кто-то другой человек ждет у него установлено время когда ему проснуться пока это время не пришло этот человек никогда не проснется сам и у нас есть в роблоксе некая табличка с расписанием дня как бы для этих людей вот она есть это расписание расписание задач на русский слепей ну scheduler это человек кто управляет так что же у нас происходит в этой табличке давайте я не знаю цвет сменю в этой табличке записано что например 5 утра будет работать первый человек 6 утра будет работать второй человек 7 утра будет 3 и так далее вот такая у нас табличка табличка как вы привыкли рисовать таблички ну зачем нужна эта табличка потому что эта табличка общее для допустим для вашего place а для всего place а потому что вы видите когда работает наш скрипт никаких табличек не надо вот мы прошли выполнилась у нас первая строчка 2 3 4 и тут мы запустили сами не дожидаясь никакого расписания нашу со программ но не все так просто ведь у нас много скриптов работает у нас может запущено быть очень много скриптов и на самом деле вот эта табличка что первый человечек первая со программа должна выполнять свои какие-то строчки кода это за нас делает это task scheduler он сам создает расписание номер и задание когда начать выполняться обычно выполнение происходит мгновенно ну точнее когда как мгновенно помните такую интересную функцию wait помните что происходит если не давать ей никаких аргументов параметры у нас все равно скрипт остановится и будет ждать ноль целых ну обычно 29 сотых секунды он как раз ждет когда пройдет цикл когда ему разрешат работу когда ему разрешит работу task scheduler так что-то сложновато пока да но это вот так работает roblox если что-то непонятно потом спросите меня комментариях а как тогда настоящие потоки работают но вот у меня будет отдельно про это слайд к чему стремится roblox но настоящие потоки например попробуют работать параллельно например первый человечек у нас будет работать первом ядре кто не знает это в разрезе так выглядят ваши процессоры но у вас какой-нибудь процессор такой или такой или какой-нибудь может быть другой процессор внутри под этой крышечкой у него есть ядра чтобы было понятно на самом как будто бы маленькие процессоры вы когда покупаете смартфон или компьютер вам пишут что процессор четырех ядерный или двух ядерный или смартфон восьми ядерный и вот внутри под этой крышечкой там находятся эти ядра так вот допустим первом ядре у нас работает главный скрипт вашего place а если вы запускаете нашего человечка вот например под цифрой 2 мы его запускаем то мы его можем запустить если бы у нас были настоящие потоки настоящий со программы могли бы его запустить на втором ядре и он бы начал там работать не мешая совершенно первым главному потоку но увидите у нас есть еще в запасе пустые неиспользуемые ядра сюда могли бы запустить 3 человека и 4 а если есть еще ну тогда бы уже следующий ждал когда ему освободят время на любом из этих ядер ну так в принципе у нас работает наша операционная система сейчас вы в основном наверное сидите работаете в операционных системах linux linux windows и так далее и вот они многозадачные там когда у нас запускаются различные программы приложения в том числе и roblox studio или вот эта программа для создания презентаций они все работают с потоком если давным-давно компьютеры имели только одно ядро и поэтому и программы работали по принципу нашего языка луа ну вы не думаете что язык луа плохой на самом деле то что язык луа не дает работать параллельно тем этим потоком а все раз все происходит последовательно на самом деле это облегчает нам жизнь и облегчает вам написание ваших скриптов с использованием потоков под программ и сопрограмм ну ладно давайте теперь уже ближе меньше теории больше будем говорить про эти корутин как создать нашу сопрограмму все очень просто вот есть такая функция корутин . create создать мы должны ей передать ссылку на функцию ну давайте вот посмотрим не разбирая не разбирая еще пример вот у меня есть . кода запускаем и здесь передаем какую-то функцию ну давайте посмотрим на другой на другой пример и вот у нас есть например созданная функция именем right вы можете написать в roblox и на самом деле просто function right не вот как здесь написано local right присвоить function а можете написать function right у вас все равно будет тоже самое так но в данном случае мы просто более наглядно видим что в переменной который называется right с большой буквы в нее присвоена функция функция очень простая она печатает тот текст который мы ей передаем первый параметр так вот вот ссылку на такую функцию и нужно передавать функцию корутин create при создании нашей сопрограммы видите мы должны когда эта функция выполнится она ничего сейчас еще не запустит она просто создает сопрограмму и мы эту сопрограмму заносим в переменную сопрога я просто покороче здесь написал и вот здесь у нас уже наша сопрограмма находится это сопрограмма когда мы ее запустим она должна будет выполнить ту функцию которой которой мы ей передали при создании так ну давайте посмотрим следующую функцию называется корутин резюм на русский язык можно перевести ну create create это значит создай а резюм это продолж продолжу работу пожалуйста итак смотрим здесь мы создали сопрогу нашу сопрограмму и мы теперь если хотим в нашем скрипте вы можете принципе скрипт повторить ссылки где я примеры брал я в описании видео положу ну на самом деле здесь легко напечатать самим если мы напечатаем попробуем напечатать содержимое переменные сопрога что же там хранится нам выведет в окошке output если мы в роблоксе запускаем или в другом редакторе неважно где угодно нам выведут адрес где это сопрога находится в памяти нашего компьютера там какие-то будут случайные числа нам они ничего не говорят но как же запустить теперь нашу сопрограмму а запускаем мы ее с помощью вот этой функции корутин точка резюм во первых мы должны этой функции передать вот здесь у меня немножко неправильно здесь должно быть еще запятая и здесь параметры параметры но в примере зато правильно все указано итак в резюм первый параметр это сопрограмма из какой переменной а второй параметр это то что мы передаем функцию которая была использована для создания сопрограммы но использовали мы вот эту простую функцию видите там один у нас параметр можно несколько параметров передавать так вот здесь у нас один параметр простой мы передаем текст привет нубы и у нас когда сопрограмма выполнится начнет выполнение она просто напечатает то что я передали виде текст ну примерно увидим вот такую вещь ничего удивительного здесь нет но что-то удивительное мы увидим чуть позже так есть еще альтернативное создание сопрограммы более универсальный метод возвращает объект функции который сразу работает как корутин резюм на который мы рассмотрели на предыдущем слайде вызывая эту функцию вы можете передать аргументы в сопрограмму как же это работает ну вот я могу слайд назад и вперед пустить ну давайте без этого обойдемся точно такая же функция которую из которой мы создадим по программ вот она точно такая же как на предыдущем слайде тоже просто печать текста но здесь у нас создание функции немножко отличается дело в том что этот метод возвращает не сопрограмму а он возвращает функцию вот я ее здесь назвал обернфунк обернутая функция ну вы помните что любую функцию мы можем в роблоксе запустить по ее имени например f и скобка скобка здесь у нас функция после создания сопрограммы сопрограмма будет обернута некой функцией давайте если вы будете повторять этот скрипт то вы тоже можете напечатать что же у нас в переменной обернфунк нам будет нам напечатают что обернфунк это функция на предыдущем слайде если бы мы печатали нам написали что это корутин нам бы это написали или thread поток я сейчас не помню а здесь нам прямо написано пишут что эта функция это же какой-то случайный адрес памяти ничего нам это не дает но по крайней мере мы знаем что внутри этой переменной какая-то функция и что мы ее можем вызвать как же ее вызвать но это же функция не нужно уже использовать никаких корутин . резюм мы можем просто как функцию вызывать пишем имя этой функции и передаем параметр для той функции которых находится внутри но дело в том что если у нас был более сложный скрипт то эта функция не запустилась бы прямо сейчас она бы запустилась когда помните task schedule дал бы ей право запустить когда бы ее будильничек забить зазвенел так пока нам не ясно пока вот вот эти примеры которые мы разобрали ну зачем вот это мы здесь делаем мы можем могли бы сделать просто функцию и без всяких этих корутин со программ могли бы просто запустить write скобка скобка привет и у нас бы точно так же текст вывелся ну вот давайте теперь поймем для чего нам нужны со программы для выполнения очень долгих вычислений или операции без остановки текущего скрипта так давайте я вернусь вернусь еще назад немножко вот к этим нашим людям в будильниках вот эти наши не настоящие но работающие сопрограммы в роблоксе они очень эгоистичные пока какая-нибудь сопрограмма не доработает до конца не остановится сама и остальные будут ждать вы наверное сталкивались с тем что если вы писали бесконечный цикл while true и там какие-то операции end то обычно на этом цикле все зацикливается и дальше скрипт у вас уже не выполняется вот можно сказать что вы можете сделать ошибку если не знаете как работаются программы и можете сделать так что какой-нибудь из этих человечков проснется и будет работать один а всем остальным давать времени работать не будет как этого избежать мы еще посмотрим ну вот давайте посмотрим так для выполнения очень долгих вычислений когда нужны за программы или операции без остановки текущего скрипта так ну давайте вот пример я вам сейчас сказал смотрите вы писали уже такой скрипт если у вас в таком не скрипте такие строчки в вашем скрипте while true пока истина так я вам кстати while true немножко неправильно написал кто знает как правильно в роблоксе писать и колывай можете в комментарии поправку написать к этому видео но все равно тут понятно что этот цикл бесконечный и внутри например мы печатаем слово привет и у нас будет бесконечно печататься привет 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 и привет а вот эта строчка которая после цикла and она никогда не будет напечатано понимаете так и смотрите вот сейчас у нас как раз бесконечный цикл скрипте блокирует выполнение кода который идет после этого цикла если мы будем использовать со программы здесь то у нас такой блокировки не произойдет на следующем слайде я покажу на одном из следующих как вот эту блокировку чтобы не было блокировки чтобы все работало так ну со программы еще нам нужны как итераторы тоже такое умное слово итераторы не знаю можно сказать что нумераторы итераторы это такие но тоже упрощенно говорю такие штуки которые нам выдают некую последовательность это может быть последовательность каких-то чисел данных внутри итератора могут быть запросы к базе данных могут быть простые какие-то вычисления математические итераторы могут быть у меня на следующем слайде будет про итераторы написано там простейший итератор так так что мы к этому еще вернемся так и еще за программы у нас нужны для обработки ошибок тоже мы это на одном из следующих слайдов рассмотрим но я сразу скажу что если вы в своем скрипте где-то где-то допускаете ошибку или даже вы не специально допустили ошибку а например ваш скрипт постоянно обращается к базе данных а там нет каких-то данных и вам приходит ошибка вы не обрабатываете и появляется ну происходит останов по ошибке в окошке output вы помните красным цветом подсвечивается ошибка но если у вас серьезная игра и вы знаете что иногда ошибки происходят например для запросов базе данных но игра при этом не должна останавливаться не должны там лаги появляться тормоза можно какие-то системы опросов или серьезных подсчетах можно их делать в виде сопрограмм дело в том что внутри я тоже бегу немножко вперед дело в том что внутри сопрограммы если происходит ошибка то наш главный скрипт с ошибкой не останавливается он продолжает работать и мы можем узнать произошло внутри сопрограммы произошла ошибка или нет так вот как можно сделать как можно обернуть бесконечный цикл вот смотрите вот здесь у меня пример что этот цикл блокирует работу вот кстати как правильно нужно написать while true do так что никаких скобочек и здесь у нас до песня вот теперь правильно записано цикл и так если нам нужно выполнять какие-то строчки кода например привет привет каждые 2 секунды привет 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 в этом бесконечном цикле но при этом нужно чтобы выполнилась строчки кода которые идут после цикла мы можем этот цикл обернуть с помощью функции routine.wrap ведь помните что нужно передать функцию этому wrap так про wrap я рассказывал можно было сделать попроще я возвращаюсь назад попроще для понимания что сначала создаем функцию заносим эту функцию в какую-то переменную а потом уже ее оборачиваем но вы наверное привыкли к такому коду в роблоксе что создают анонимную функцию без имени просто она сама себя уже как бы передает аргументом безымянная функция вот ее начало и вот ее конец так и внутри этой функции первая строчка эта функция обертка 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 цикла который должен работать бесконечно и так это начало обертки это конец теперь давайте вот скобка открывающая где мы должны передать функцию вот я ее так помечаю двумя штришками вот начало его двумя штришками конец и так вот это один аргумент целый этому функцию передали но почему здесь две скобочки дело в том что когда мы обернули функцию нам же нужно чтобы она заработала потому что помните что в раб карутин в раб нам возвращает функцию мы тоже ни в какую переменную мы не пишем вот так например а присвоить иначе бы написали просто а скобка скобка и у нас бы наша со программа бы выполнилась но здесь все просто здесь продвинутый код в кавычках говорю здесь мы пишем просто скобка скобка сразу уже без присваивания переменной запускаем функцию здесь по-английски комментарий про это о санс появился привет так и поэтому у нас код начнет выполняться который мы здесь захотим например привет привет и в том числе эта строчка тоже выведет привет мир все отлично вот такой пример но честно говоря я бы написал свою программу так или скрипт написал так что мне не пришлось бы вот такой оберткой заниматься я не люблю усложнение я люблю чтобы скрипты были попроще и понятным так ну у нас карутин мы рассмотрели там три функции я функции иногда называющие методы почему их называем называем методу потому что название функции длинные через точку не путайтесь я столько разных слов для одного и того же использую и так если мы запустим точнее не да если мы запустим вот такую функцию карутин ранен то она нам вернет мы можем значит присвоить например ты присвоить картин ранен и она нам в эту переменную вернет объект текущей сопрограммы которая сейчас работает если сейчас никакая сопрограмма не работает параллельно с нашим главным скриптом то нам вернут нил вот так так ну про статус мы сейчас посмотрим на следующем слайде ки мы можем вызвать функции карутин статус чтобы узнать состояние состояние какой-то сопрограммы например вот в т мы эту сопрограмму передали мы ее сюда можем можем карутин точка статус и в скобочках передать например т но будьте внимательны если вы передадите туда нил то произойдет ошибка так что вы проверяйте что вы должны обязательно какую-то действительно имеющуюся сопрограмму передавать неважно остановлена она идет и так далее так вот этот статус вам скажет что же сейчас с вашим сопрограммой происходит он возвращает текстовую строчку которую можете потом в условиях каких-то сравнить ну и давайте подробнее про эти статусы состояния по-русски состояние сопрограмм suspended наша сопрограмма ожидает возобновления помните наших четырех человечках с будильниками это значит один из трех несчастных ждет когда зазвонит будильник или 4 до 4 у нас было спящих ну допустим либо программу мы только создали с помощью create а так что она ожидает когда нашу программу запустят хотя бы в первый раз с помощью coroutine . резюме так ну и здесь у нас какая-то функция которую мы еще не проходили называется а либо это сопрограмма только что создана проток что создана я уже сказал что она ждет когда я с помощью резюме запустят а либо наша сопрограмма уже давно создана но она остановилась и уступает очередь другим сопрограммам с помощью вот такой функции мы про это еще посмотрим так а если у нас статус приходит ранен ранен это значит все хорошо с нашей сопрограммы что она сейчас возобновлена и скрипт внутри нашей сопрограммы работает ну это символизирует бегущий санс так что что он куда-то бежит что он работает если у нас приходит статус нормал текстовая строчка то значит все нормально с нашей но она живая все у нее нормально нашей сопрограммы просто она ждет очередь когда до нее дойдет очередь когда task scheduler ей даст снова запуститься а вот есть такой печальный статус dead либо у нас наша сопрограмма прожила весь свой жизненный цикл и умерла либо внутри нашей сопрограммы произошла ошибка но я вам уже говорил что даже если внутри сопрограммы произошла ошибка наш главный скрипт не остановится он будет работать а так ну и возобновить уже у мертвой сопрограммы ее работу с помощью функции coroutine.resume нельзя она умерла и все так ну и вот наконец мы до уступалки дошли уступаю такая штука которая позволяет уступить очередь другому на самом деле если у нас сопрограмма доработала до конца наша функция закончилась если бы у нас здесь был не бесконечный цикл а просто какие-то подсчеты и там в конце ретурн то вот этой штуки бы уступалки не потребовалось а эта функция coroutine yield с какими-то аргументами мы можем эти аргументы из нашей сопрограммы в мир передавать ну как бы в наш главный скрипт это уступалка останавливает работу на секунду или пока не придет там очередь ну зря я сказал на секунду пока не придет очередь этой же сопрограммы работать а ну тут можно было текст читать ладно я вам сам из головы тут уже говорю так пристанавливает текущую программу и передает аргументы вот эти аргументы которые будут использованы при следующем возобновлении работы а вот как смотрите мы можем но сейчас мы это рассмотрим таким образом можно вызывать сопрограмму внутри бесконечного цикла не беспокоясь что сопрограмма помрет так ну здесь мы смотрим уже создание а программа у нас здесь будет называться thread просто переменную thread мы создаем сопрограмму с помощью функции cartoon create и вот здесь начинается функция вот ее начало я помечу вот конец нашей функции перед скобочкой так function number мы передаем какое-то значит число параметру нашей функции здесь бесконечный цикл значит вот здесь строчка бы никогда не выполнилась которая после end но это нам и не надо здесь мы печатаем номер current number по-русски если бы я здесь написал текущий номер и здесь число выводим дальше мы уступлялку нашу уступлялка очереди вызываем крутим . yield в этом моменте наша сопрограмма перестает работать и она запоминает ну точнее передает сама себе уже будущем сам со самой себе будущий передает какой-то параметр а параметр у нас здесь простой текущее число плюс 1 значит например если у нас номер был я не буду писать номер целиком если там была единица и так а тут даже даже не надо присваивать никаких у нас переменных не используется это параметр смотрите вот пример запуска здесь мы создали thread со программа здесь мы теперь будем запускать первый запуск к routine . resume thread передали и мы передаем резюм может я уже про это говорил он может параметры ну какие-то данные передавать в нашу программу функции которые находятся внутри нашей программы и так при первом запуске мы здесь указали единицу и так у нас происходит первый запуск нашего треда функция получает первый раз первый раз первый раз только получает число единица и так у нас в наборе единица current number печатаем единица и потом останавливаемся но здесь уже передаем единица плюс единица когда запускается следующий раз и последующие наш тред то у нас уже будет в этот аргумент функции номер придет число которое мы передали перед остановкой получается у нас придет двойка вот здесь будет current number 2 и так далее вот эта штука немножко похожа на итератор только если бы мы здесь сделали не без печати мы бы могли просто возвращать какое-то число как получить как получить из нашей со программы результат здесь мы этого не видим сейчас посмотрим на следующем слайде кстати мы уже подходим ближе к концу про итератор я уже сказал что он похож если хотите нормальный итератор посмотреть вот вам ссылка разбирайтесь там указан скрипт так вот здесь слайд про отлов ошибок с помощью сопрограмм ну давайте сначала еще посмотрим как с помощью крутим резюм мы можем получать результат здесь мы на предыдущих слайдах смотрите мы запускали просто картин резюм картин резюм а мы можем писать например x присвоить y присвоить переменную x результат получить под программы запущенной здесь следующего следующей итерации этой программы под программы получить вот так смотрите что у нас на самом деле я неправильно написал надо не так писать надо писать еще не просто xy надо еще писать обязательно success но я не буду полностью писать и давайте объясню что это такое так дело в том что если у нас наша программа хорошо сработала дошла до конца и с помощью допустим риторна вернула какое-то значение или с помощью елда крутим елд вернула какое-то значение то мы это значение получим сюда в резалт а в первое в первую позицию будет приходить булево значение там либо true true истина или фоллс я сейчас мышкой пишу с маленькой буковки большие здесь нет дело в том что картин резюм нам все время возвращает еще и как success переводится как успех успешно она выполнилась или нет было там ошибка или нет если например у вас в коде в вашей программе вот здесь где-нибудь ошибка то чтобы вы здесь не делали например вот здесь ошибка то у нас остановится работа нашей сопрограммы прервется на этой строчке и наш где у вас есть получение данных из вашей программы с помощью картин резюм здесь будет фоллс значит у нас не успешно произошла работа нашей программы если это была ошибка то в результате будет название ошибки не помню там текст текст приходит ошибки так что вы можете напечатать обработать а если success то здесь всегда будет если успешно произведу произведена работа то первую переменную заносится всегда true истина вы можете эту переменную в условии if if success when если успех то тогда что-то обрабатывать иначе иначе выводим ошибку или иначе там меняем логику так ну вроде бы тут понятно так мы можем обрабатывать ошибки и главное что была ошибка но наш главный скрипт не ломается он продолжает работать так а если мы не с помощью резюм а мы с помощью крутим . раб сделали если мы получили функцию дело в том что ну помните давайте перемотаю вот она оберт вот мы будем вызывать вместо резюм постоянно вызывать вызывать она будет возвращать а а точнее она у нас даже помню не возвращает что-то я уже на память не помню так давайте я проверю так 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 да все возвращает у нас наша функция обернутая она будет возвращать просто результат работы нашего нашей со программы но у вас не будет признака успешно она отработала или нет поэтому один прекрасный момент если произошла ошибка вам придет просто текст самой ошибки которая произошла например нет доступа к серверу такому-то так давайте листаем дальше ну ладно тут понятно ну в общем работает точно так же но не возвращает признак успешного завершения работы ну выбирайте как вам удобнее я считаю что надо пользоваться резюм эти обертывания они просто для более красивого кода и кстати всеми этими со программами вы можете пользоваться и в локальных скриптах это значит на компьютере игрока многие создатели игр игр роблокса используют это для графического интерфейса там для каких-то затемнений для каких-то видеоэффектов не могу сейчас примеры привести потому что это сложные штуки ну тут вопрос такой если альтернативы со программом ну помните спавн у нас был вот а страшная история я рассказывал про него страшные истории на самом деле этой страшной истории про спавн который запустился и работал только через 15 секунд вот вы его у себя в скрипте запустили и он не сразу же вызвался ждал 15 секунд и запустился это конечно это может привести к каким-то ошибкам ужасным но тут ничего не поделать потому что спавн когда вы делаете он тоже в табличку записывается таск скелула куда-то в конец и пока до него дойдет очередь кто знает но я давно такого не видел поведение у меня все работало нормально так но можно вместо спавна если вам нужно использовать спон но бесстрашных историй вот есть такая спас по fast он эта функция которая использует внутри себя бинды был ивент у меня есть уроки про ивенты про события и бинды был ивенты вот с помощью них помощью вот этого fast спавна можно сделать чтобы ваш код не затормаживал и запускал какой-то другой код без использования сопрограмм и спавна но используя систему сообщения систему обмена сообщений между событиями на самом деле я такую штуку если прямо как-то по-другому бы сделать свой код я бы не стал пользоваться вот этой штукой мне все это очень не нравится так ну и светлое будущее роблокса что же там в планах у разработчиков на самом деле планах разработчиков есть поддержка аппаратная поддержка многопоточности что наши что наши со программы будут работать на разных ядрах процессора некоторые будут работать параллельно одновременно но это на самом деле будет усложнять наш код когда все запускается друг за другом легче программировать ну возможно когда-нибудь на стриме я расскажу какие могут быть проблемы если у нас будет поддержка настоящих потоков а не на самом деле одного потока как у нас сейчас все идет в луа в рублоксе совсем будет другая история на самом деле игры place и и клиенты игроков начнут работать быстрее лагов будет меньше но программировать будет еще сложнее ну на этом все большое спасибо кто послушал надеюсь что-то вам было понятно тема довольно сложная плюс я говорил читал не по бумажке а так из головы ставим лайки подписываемся шлем донатики ждем следующих уроков пока